Читая от других авторов, разную психологическую литературу, часто там используются случаи из практики, но меняют имена и немножко меняют историю. Почему такой акцент на том, что все истории здесь – это ваша именно фантазия, а не какие-то реальные случаи? Спасибо. Есть принцип психоанализа, и один из самых главных принципов психоанализа – это конфиденциальность, которую мы сохраняем, прям вот и блюдем этот принцип от и до, не разглашаем ничего, что мы услышали на сеансе. И здесь же, почему этот принцип важен? Психоанализ работает, скажем так, на двух основных китах – перенос и контрперенос. Это то, что существует вне аналитического кабинета аналитиков. Пациент поговорил, а его отношения с аналитиком сохраняются. Даже если он не приходит уже там 10 лет, аналитик все равно в каком-то образе, плохом, хорошем, нейтральном, живет в голове у пациента. Это неизбежно. И если аналитик начнет писать о своем пациенте и рассказывать случаи из этой практики, пациент будет это читать даже под другим именем. Я, например, свою историю узнаю на раз, два, три. По-любому. Как бы ты ее не завоалировал и не зашифровал. И, конечно, в таком ключе я буду чувствовать себя обнаженным. И буду чувствовать, что мой секрет уже вынесен. Что о нем узнают другие. Почему это важно? Мы же так, например, взаимодействуем с младенцем. Младенец многое чего не понимает вербально, но он чувствует. И для него самое важное вот это ощущение. И мы как раз перебежем с такой концепцией, что ощущения пациента нуждаются как раз в таком бережном подходе. И все остается. Нам люди платят деньги за то, что все, что они сказали, остается в наших кабинетах. Не более того. И за стенки этого кабинета не выносятся. В редких случаях это когда идет супервизионный подход. Но опять же, когда мы слышим на супервизе какие-то истории, мы эти истории потом не разносим по городу и по другим сообществам.